ну что ж всем большущий привет наконец-то я все-таки решилась запустить некие марафоны по чтению мрачных книг и будет наверное несколько видео я еще концепцию сама не продумала но это первое такое пробное видео где просто в логовом формате читаю прекрасные мрачные атмосферные книги так что вот так вот да у меня мокрая голова а еще хочу чтобы приготовились в этом видео пойду стричься поэтому то что у меня в каком-то куски видео будут нормальные волосы а потом обрубки ну извините как бы да давно пора было надо надо очень испортилась испортить мои волосы поэтому да а я еще забыла сказать я покрасилась да я забыла что я во всем рассказываю в телеграм-канале поэтому те кто подписан все прекрасно знают о том что у меня происходит моей жизни и готова вам представить первую книгу которую я хочу прочитать в этом видео это бром косинок просто посмотрите на эту красоту это та книгу брома которую я вот вот она вышла я сто процентов была уверена что это будет первое мое знакомство не похититель детей не крампус а именно вот эта книга если мне понравится эта книга то ого-го минус деньги потому что такие издания у брома стоит очень очень дорого тут и кстати это да супер обложка вот такая вот красота у нас под супер а мне нравится как и без обложки это судя по всему косинок самый вот так и без нее вот такое красивую чем просто оформлением книги здесь также почему она как раз таки дорогое присутствуют иллюстрации поэтому да как бы да я не то чтобы сильно фанат таких вот тем но мне очень любопытно как это пишет как об этом напишет бром как раз таки многими не нравится эта книга потому что вот тема ведьм всех устраивает коннектику 1666 год в темном лесу пробуждается к жизни неведанный древний дух дикий люд зовет его отцом заступником губителем колонисты зовут его косиногом демоном дьяволом но для обид и недавно вдовевший отверженный одинок и беззащитный перед лицом набожных односельчан он единственные кому можно обратиться за помощью вдвоем они начинают битву битву язычников с пуританами грозящую сравнять с землей деревню не оставив от нее ничего кроме пепла и пролитой крови наводящая ужас сказания о волшебстве эта книга украшена более чем двумя дюжинами завораживающих жутких картин брома уводящих читателя в его дикий безжалостный мир по поводу да как бы иллюстрации такие очень же мрачные это поняла это сам стиль брома вот кстати обиды главная героиня она выглядит здесь очень очень мелкой но именно маленькой в плане возраста наверное 20 нарисовано очень красиво блин я теперь еще больше хочу крампуса прочитать господи давайте начнем я уже начала там буквально вот первую сколько первые три страницы или до до первые три страницы как раз таки когда у нас пробудился тот самый дух вот это была максимально мерзкая глава вот она красиво оформлена когда очень мерзко там жертвоприношение я вообще не представляю как я это все читаю если я вообще не люблю тему связанную с убийством животных хоть как-то ну что ж читаем это все читаем Я уже стриглась, уже вечер, я уже на третьей главе Косинога, вот она третья глава, я нашла очень классную тематическую закладку, которую я тоже делала сама, очень классная, а с вот такой вот черной кисточкой, ну как бы что-то мне немножечко странно и страшно и стремно, потому что здесь очень такие события происходят, не самые, скажем так, приятные, вот такие вот дела, такой стремняк вообще, я просто, мне прям не по себе стынуется, настолько здесь, знаете, такая прям душная такая атмосфера, такая немножечко вот лес, постоянно темно, постоянная серость, такая вот, такое вот у меня ощущение, и обиде оказывается 20 лет, ну 20 будет, я так поняла, в общем, обиду отдают замуж, когда ей было 17, ее отец продал, вот, но ее муж, муж обидый, он достаточно приятный человек, и его пытаются, скажем так, кинуть все на деньги, вот, и есть у нас какая-то яма, какое-то логовое, какое-то чудовище, которое питается кровью, как бы, я немножечко, как бы, облезла, когда поняла, в чем суть была вот этого первого предисловия, которое вот началось с первой главе, до паучка, то есть тут главы разделены, не главы, а повествование разделено паучками, то есть тут у нас одна линия, потом у нас идет с обидой, идет, 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 и идет, и потом в какой-то момент там у нас случается смерть Эдварда, это муж, главный героиня, у нас опять паучок, то есть мы заканчиваем главу, не главу, а, господи, вот эта вот часть, в общем, да, сейчас активируется вот эта вот набожность людей, о том, что она, так-то, девочка-то у нас не робкого десятка, еще и, как бы, не совсем, не то, чтобы не совсем человек, но она, скажем так, у нее есть некоторые приколы в запасе, но не суть, я вообще очень сильно загадками говорю, не хочется просто об этом говорить, но в целом-то история о колдовстве, наверное, ну, думаю, вы догадались, что из себя представляет обида, что вот так вот ничего не понятно, знаю только то, что обиду хочет убить вся деревня, все эти люди, все абсолютно хотят избавиться от нее, потому что она вот ведьма, она там такая сикает, и из-за нее муж умер, хотя он упал просто в яму, в лапы, не буду говорить кого, вот, и в общем, вот так вот, мрачно, просто пипец, я прям, не знаю, вот тут такая вот, знаете, такой свет, такой приглушенный, вот этот вот дымный, дымно-черный цвет, вот примерно такое же настроение дает вам эта книга, то есть у меня сейчас такой период, где я вот прям максимально медленно читаю, и книгам мне нужно вот привыкать, а к брому, вот я вот как залетела в книгу, так и продолжаю лететь по страницам, очень легко читается, я прям за это очень-очень благодарна и рада, мне дико нравится это издание, это у нас все, это у нас ИСТ, да, продолжаю читать. Тут, короче, такие вот маленькие зверьки, и меня они дико пугают, как бы, их многие путают с детьми, но это какие-то существа в теле опоссуму, вот именно, закройся. Я тут уже, понимаете ли, на 112 странице, вот-вот, и какая вообще, я не помню, на какой главе, это третья, да, это третья глава, мне чуть-чуть осталось до четвертой главы, и мне вообще не хочет книгу вообще никак отпускать, считаю то, что здесь очень-очень брачная атмосфера, я уже говорила, такая душно-серая, но при этом как-то оно вот так вот затягивает, вот не знаю, я пока не поняла, почему именно мне это нравится читать, и почему меня это цепляет, но мне пока нравится. Здесь такая была сцена, она была в самом начале, но я о ней не упомянула, в общем, Абита разговаривала с Эдвардом, уже Эдвард звали, мужем ее, короче, они разговаривали, и в какой-то момент, ну, типа, она оказывается дочерью ведьмы, вот, это как бы вообще, наверное, не спойлер, потому что и так понятно, что она там какая-то, ну, не от мира всего, но не суть важная, то есть там такая история очень длинная, ну, короче, Абита умеет там варить какие-то снадобья, то есть там, чтобы лечить раны, но при этом она еще умеет колдовать, это нам тоже говорится еще, когда Эдвард был жив, вот, и она вот это вот ему рассказывает, показывает, и потом они, типа, занимаются грехопадением, мы все понимаем, чем они занимаются, и в этот момент за ними наблюдают два силуэта из окна. Я чуть не обделалась, честно, когда я это читала, просто у меня вот такие глаза были, или я, ну, реально, ну, что-то как-то, ну, это было очень стрёмно, максимально. У нас произошла очень странная, непонятная первая встреча с Косиногом, с отцом. Я немного пока не понимаю, как к нему относиться, он пока для меня не раскрывается, в принципе, как персонаж. Я понимаю, что это какой-то злой дух, даже не просто злой, просто дух, дух леса, который должен защищать лес от людей. Все, больше я ничего не понимаю, но как же это классно читать. Просто я надеюсь, что это вот не только на первые 112 страниц, я надеюсь, что до конца книги я также буду учитываться. Но сейчас я дочитаю до четвертой главы и лягу спать, потому что надо. Держу в курсе я на шестой главе. Здесь такой смешной, такая смешная морковка. Не знаю, почему мне очень забавляет эта иллюстрация. И 193 страница. Немножко пушистая, только голову помыла. Я хочу сказать, вообще, для меня очень странно, пока воспринимается сам этот отец, косинок, потому что он, как бы это сказать-то, он как бы древний дух, он как бы божество, какое-то могущественное такое, знаете, существо, но при этом воспринимается в книге, он как обычный парень. Плюс у нас же тут еще приколы с памятью у этого отца. Он вообще что-то как-то отшиб. И тут у нас все, что идет от его лица, это все у нас какие-то загадки. Вот эти вот все маленькие человечки, они все какие-то непонятные. Зачем они? Почему я тоже пока не понимаю. Но и меня удивило, у них произошла встреча, у Абиты и у Косинога, я в шоке была того, как она приняла его. То есть она его всю книгу боялась. Вообще первые там 150 страниц она там вообще дрожала от страха. И тут раз, и она его, ну как бы, как просто осталось ненормально общаться. Вроде как боится, но еще, ну уже нормально. Вот. Знаете, чувствуется такое, как затишье перед бурей. То есть у нас пока что развиваются взаимоотношения между ними. Ну, в смысле, как бы просто они узнают, кто есть, кто вообще. Вот. И в то же время за ними кто-то наблюдает. Вот. Об этом в книге не сказано, но я уверена, что за ними кто-то наблюдает. Я уверена, что потом там же вот это вот все язычество, там же вот эти все люди, которые, ой, веруют. И я спокойно к этому зиму отношусь. Ну, просто здесь прям фанатики. Прям очень прям так сильно, я бы сказала, здесь за то, что ты пропускаешь службу, ты как бы наказываешься. Вот. Как бы спасибо. Очень приятно. Я уже вообще уже вот, вот, вот. Я просто съела эту книгу. Я не знаю, это так захватывающе и так интересно. Если вы до этого Брома не читали и хотите познакомиться там с Крампуса или с Косинога, то я так понимаю, Бром вообще не церемонится с животными. Как же, так же, как и Кинг. Поэтому. Поэтому, да. Это что-то очень как-то больно. Здесь такие бесячие персонажи. Просто пипец. Какие они все. Это просто фу. Вот так вот и помогай людям. А потом на тебя столько всего наговаривают. А в то время вообще лучше было вообще молчать, чтобы никто там тебя в колдовстве, не дай бог, не заподозрил. Сняла эту упаковку. Всем пока. Сняла обложку, потому что мне удобно, боялась помять. Я уже все дочитываю. И сейчас я прям чувствую, что начинается такой вот горящий пик, где начинается просто все, что только можно. Я прям на одном дыхании читаю эту книгу. Мне кажется, если бы у меня вчера весь день был бы свободен, я бы вчера бы за день просто бы прочитала эту книгу. Считаю, что она мне не давала уснуть. Это прям, да, очень классно. Вот написано, насыщенно, мрачно. И я думаю, что прям вот в такую погоду, хотя сейчас у меня солнце, кыш-кыш, уйди отсюда. Да, это прям читать прям очень круто, очень классно. Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, как это выглядит. Я вообще очень отвыкла ходить с короткими волосами. У меня не уложены просто вот так вот в разным сторонам. Поэтому, да, смиритесь. Я дочитала! Я дочитала Косинога. Это класс. Это просто стопроцентное попадание. Это прям хорошо. Не думала, что настолько завораживающая, настолько классная книга будет. Я теперь хочу прочитать Уброма всё. Это очень мрачно, очень стрёмно. Не скажу, что прям... Ну, мне было страшно. Для многих, я думаю, это будет не сильно страшно. Просто я, наверное, очень пугливая. Я, которая прочитала практически всего Стивена Кинга, такая, ага, ну да, наверное, да. Не суть важно. Это потрясающая книга. Это прям очень было хорошо. Эта книга создана, как на заказ для любителей фольклорного ужаса и всех, кто хочет жить вкусно. Окей, хорошо. Книга очень классная, очень крутая. Наверное, те, кто, ну, читал, там, другие произведения Уброма, наверное, скажут, что это, скорее всего, слабая книга. Я не читала ни одного произведения Уброма, и это для меня прям попадание в самое сердце. Думаю, что с неё можно, наверное, начинать знакомство. Я 100% на зиму заказываю себе этого Крампуса. Наверное, я теперь 100% уверена, что я хочу продолжать знакомство с Бромом. Очень уж красиво пишет, очень уж прям потрясающее издание. Эти иллюстрасы, господи, это что-то с чем-то. Не знаю, думаю, Крампуса, наверное, стоит читать зимой, потому что Крампус это всё-таки такое рождественское произведение. Наверное, всё-таки зимой я сделаю на него уже реакцию. Может, это 24 часа чтения будет? Не знаю. В общем, это прям великолепно, очень классно, очень хорошо. Всем советую, обязательно читайте Косинога. Если очень любите Мрачнятинку, так же, как и Кинга, если там читали, может быть, Макамо начитали, любите Мрачнятину, вам зайдёт 100%. Я очень рада, что я наконец-то познакомилась с этим прекрасным автором. Ну что ж, буду с вами прощаться, увидимся с вами в следующих мрачных чтениях. Я надеюсь выпустить в этом октябре где-то три штучки, хотя бы, смотря то, как успею я или не успею. Ну вот, такие вот мрачные чтения. Вообще, пишите, как вам понравился ли такой формат видео. Читали ли вы Косинога или что-нибудь ещё у Брома? Может быть, что-нибудь мне посоветуйте у него ещё прочитать? Я и так уже хочу прочитать всё. Всех вас безумно люблю. Всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok